Здравствуйте дорогие подписчики Америки В общем смотрите так как я поудурок ебанат нахуй мы попросим людей пусть проходит проходите все хорошо пусть проходят люди да смотрите так как у вас ведущий поудурок долбает нахуй у него не всегда вот так вот туда нахуй поняли да у меня есть блок который идет беспрерывно он не не перепрыгивать ничего то есть идет ровно то что снималось выкладывается выкладывается но у нас есть хуйня как путешествие которые сбивают нахуй все нахуй Канада сбила Япония блять Европа потом Бали все сбивает сбывается но сейчас вы возвращаетесь в блок понимаете Леша я нормально объясняю блок идет Беспрерывно и соответственно Сними эту долбую блять ты ебанушка нахуй мы снимаем мы снимаем блять вступление в блок что что за вступление блять это пиздец вступаем в общем мы сейчас вас отправляем назад в будущее в прошлое мы в прошлое отправляем не в прошлое блять какой нахуй у вас саботаж для сделать динафикацию не слушай классный а фильм короче не слушайте нас если 500 нормально все ну ну так себе но нормально понять давай сюда иди чтобы было нормально вот так я сам ябану так заебись вот так заебись вот все на чем остановился что-то про ебануто блок что-то наступление короче не иначе за все 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 нормально блок идет беспрерывно он не при он не прерывается вообще путешествие становится типа вами контент с ума они нарушают вот и мы сейчас вас отправляем не в будущем и в прошлое пашенька в прошлое прошлое в прошлое пашенька с люди чё я не в тебя люблю блять я в камеру я сейчас отправим вас когда мы были во флориде и что дальше происходило флориды и после флориды и после флориды и здесь был готовы нахуй давай раза три погнали на громко так дубль одиннадцатый выпьем это у нас контент товарищи тупо рестораны крутой ты что нам можешь поведать какие штаты видел что-то было интересное может быть мы дойдем до номера да зачем час первые эмоции блять сразу не подпись пошел все едем ли моря сегодня со мной спит дима я хотел сказать вот жаль к сожалению что и алекса не записала к себе на видео я сказал что благодаря таким людям как алекс я хочу в майами возвращаться спасибо приятно спасибо дорогу познакомиться ребят пока пока а мы с вами увидимся через полтора часа тут я дядечка с нами сидел вот этот взял воду налил туда она каким-то хуем скипятилась и он сейчас приезд дошираг как это происходит пути есть догадки это джин и нас кипятил и как его пропустили с такой химией уже может прожечь фузеляш на парке ребята я как раз шел 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 было короче 1 тук о нету и смогу лечь нормально поспать 20 семь лет все на 10 вроде не парни предпочтение последний Родной LA, мы прилетели. У меня сейчас заложены уши, я вообще ни хуя не слышу. Давай, давай, давай! Сука! Есть специальные автобусы, товарищи, для Uber, для лифта. Мы бежим. Похоже, не успеем, осталось чуть-чуть. Алекс, давай! Мы еще не влезем. Решил выебнуться и взял 3,8 машину. Я взял самую дешевую машину, которую он мне предлагал. Это не выебон. В моем понимании, это выебон 3,8. Ни хера себе. Genesis. Блять, там есть Prius, вот точно такого же цвета. Вот это вот мне надо было брать, что ли. Или вот, смотри, вот стоят выебоны. Вот раз, два. Это все его тачки? Да, у него тут вся улица, блин. Вся улица. Офигеть. Там у нее должна быть хорошая комплектация. И на сколько ты ее взял? Ну, на месяц точно. Ключи, смотри, лежат. Давай открывай. Да ну нахуй. Просто ключи лежат на колесе. Ну вот, давай посмотрим. Блять, скажет постанова. Да, да, я сам в этом не поверил. Ребята, это нереально. Мы подошли к машине и она открыта. Вот бери, просто уезжай. Сейчас уеду. Ай, обошлась. Я не буду говорить. Недорого? Дешевле, чем пацаны привоз делают. Что-то, блять, 30 в день, что ли? Ай, что нам ждать? Давай садимся и поехали. Машинка убита ты, конечно, вообще. Санька, а зачем ты выебываешься? А мы сейчас, тебе надо жить в Майами, Саш. Я не успел снять. Я собирал машину в клиентов. Охуеть, Porsche 911. Ты что-то делаешь? Работаем, братья. Мне не поверят, скажут постанова, там ключ лежал на колесе. Казани как можешь, давай, сильно ебашь. Здесь нельзя. Да не пизди, давай, блять. Ебани, ебани. Спойлер давай, ебани. Ебани, ебани. Вот Сашка крутой на Porsche катается. Porsche очень крутой. Это самая крутая тачка, если ты любишь ездить. Лучше ничего нету. 911-й Porsche. Самая драйверская тачка в мире. А дорогой он? Ну, недорогие, да. Да. Я не нахожу. У меня тут не покоится. Вот Санчо поднялся, а. То на Гелике, то на Porsche, то на Мазерати. Да вообще. Мерседес-кабриолет новый был у него. А чем он так хорош, Саш, 911? Ну, он создан немецкими инженерами. Идеально, типа, входит в повороты? Да, да. Все сделано для идеального управления. Он просто прилипает к дороге. И разгоняется быстро? Сколько лошадок? Ну, вот этот, это самый простенький. Есть еще гораздо быстрее. Ну, и этот разгоняется тоже очень хорошо. Да, хорошо. Ты с самого раннего утра уже работаешь? Ну, с день проснулся, с восьми. Кто-нибудь хочет водички? Да. Скажи, пожалуйста. Новая? Не открытая. А что с ней не так? Нет, все с ней не так. Ну, ты ее где взял? В машине в Porsche была. То есть кто-то оставил? Да, но она запечатана. Ой, не в пизду. Она очень странно налита до краев. Так это потому что такая вода. Ты поешь, знаешь, в Тамикаву? Да, конечно, поедет. Поехали? Да поехали, Саня, покушаем. А вы опять в эту Тамикаву хотите? А вдруг в другие места не ездите? Мы только из других мест, там невкусно. Да, Саша. В Тамикаве тоже не дешево, 30 баксов. Ты же скажи ему, насколько мы вчера поели, по банке пива выпили и по какой-то ванне пиву на тарелах. Да, Саша, ты охуешь с Флориды. Для тебя Тамикава дорого стало? Ну, 30 баксов. Ну, поехали. Мы вчера по 80 долларов посидели и выпили по банке пива. Да поехали. А как мы поедем? Наверное, какую-то машину зайдут? Бери, бери, Порше. Да. Чтобы... Слушай, она много живет бензина, там не смущает, что написано 3,8. Вот это я не знаю. Надо посмотреть на 36 баксов. А? Там посмотреть на компьютере MPG какой показывает, нет? Ну, мне кажется, здесь в районе 25, наверное, где-то. Ну, это очень экономично. А, 19. Это я газанул. Ааа. Было 30. Ну, чего, поехали, Саша. Да, поехали, все, едут с вами. А ты не с нами? Тебе на своей машине надо? Я не знаю, а потом как я уеду. Да, лучше на своем. Да, точно. Не уедешь, Саша. Ну, Сашка прикаливает. Блядь. Саша, ну вот машина грязная, воды нету, блядь. Что за сервис? Я не знаю, мне никто не говорил то, что ее подготавливают. Естественно. Ну, конечно, это же всего лишь я, блядь. Не надо мне мыть ее, блядь. У тебя нет уважения к людям, Саша. Можно подготовить. Да, ты можешь. Ты можешь оставить ее, но я помогу. А как я буду есть? А мы подготовим. А ты платишь деньги на мойку? Нет, просто денег не дашь. Не знаю, тут тот. Вот стикер есть, короче. Ага. Бесплатная мойка? Да, в месяц ты можешь хоть хоть сколько раз. А куда можно с ним? Мы сейчас тогда заедем после Тимикава. А там пылесосить надо самим? То есть ты заезжаешь там, ты наверное... Не, нам доста... Она вроде нормально. Нам достаточно, что просто сверху помнили. Может ты просто нам денег дашь, Саша? Тридцать три доллара. Соня любит деньги. Да, я боюсь, что она скоро уйдет, если мне не закончится. А скинь меня в Телеграме, пожалуйста. А воды у тебя нет? Не разомерзайку хотел сказать. Как это здесь называется? Омывайка. Омывайка. Возьми на подальем у Тимикава тогда, хорошо? Надеял. Все, супер, Саша. Спасибо большое. Вот Сашка красавчик. Приехал, все разрушил. Да, я бы подготовил. Просто мне Кирилл ничего про нее не сказал. Не знаю. Но у него вчера просто за пар были. Он очень деловой, да. А мне сегодня про Кирилла гадости писали. Я даже не успел еще Кирилл распоказать. Ну, у каждого есть хейтеры, наверное. Ты успешный? Саш, может быть ты слышал? Смотри, мне приходит такое сообщение сегодня. Вообще ни с фига. Привет, здравствуйте. Вы как-то рекомендовали человека, который сдает авто в аренду? Скидывают его аккаунт. Скажите, пожалуйста, а вы тоже в доле с этой семейкой махинаторов? Они сдают авто в аренду на месяц, а ночью приезжают и забирают машины. А кто забирает? Ты забираешь? Тогда Сашка делает, из-за этого он смеется. Ты сегодня у нас заберешь машину? Да, второй ключ дается мне. И я ночью езжу. Все понятно. На камеру было сказано. Все машинки привожу сюда. Обратно. А вот сегодня забрали у клиента. Я правда не уверен, что у этих машин был второй ключ вообще в природе. Почему не успели подготовить? Потому что вот только ночью забрали. Только спиздили ее. Ну что, понятно? Как вас полиция еще не закрыла с таким бизнесом? Я бы вызвал бы. 12 минут. Это прямо анекдот какой-то. Это пиздец. Я причем такое уже слышал. Про какую-то контору говорили. Про вашу. Это походу про все, только на которые так говорят. Сука, блядь. Что происходит? Я не могу просто. А вот это мойка. А я думаю, нихуя себе мне чувак пишет, а у него машина, которую я брал у Кирилла. А это ты, оказывается, написал. Сменил аватарку. Ну я, Саша, такой понтовый. Раньше котики были. Ага, еще машины. Порш, там. Зателки. Начинаю. Я, потому что некоторые машины выкладываю в группу. Ну, Лос-Анджелес. Типа, которые сдаются. Мало народу пишет, может быть, то, что котик я решил сменить на уши. Машинка была на аватарке. Умный. У тебя мозги работают. Не дурак. Влияет на продажи. А как я включил? А расскажи вам про статус мой. Ну, не в бесподробности. Так давайте рассмотрим. Твой статус? В Телеграме. Короче, у меня тоже перемены огромной жизни. Мне пришлось статус. И все расскажешь. Сосал блютус. У меня больше нельзя это писать. Диме запретили на работе. Да, мне на работе запретили. Писать слова, что он сосал блютус. Прикинь, какая дискриминация, Саша. А у меня это статус 10 лет был. Короче. Саша, как подключить? Дососался называется. Блютус. Блин, надо смотреть. Здесь такого, наверное, еще в природе нет. Нет, здесь даже в DC. Короче, на мойку там подъезжаешь и сверху там такой считыватель. Такая коробочка. Да, я понял. Вот чек. Прямо, чтобы... Хорошо. Все, сейчас едем тогда. Едем. Ну все, встречаем тебя там. Блин, Саша на быстрой машине сейчас поедет. Возьму воды? Спасибо. Не, я не факт, что на этом еду. Машина прям какая-то. Только не намоканье, Саша. Не унижай меня. У меня достаточно унижения. А вон он стоит. Я вижу. Я не сбил. Там камера хорошая. Но она очень хорошая. Ты что, Санька ебанулся, что ли? Саше дали машину. И там даже не было омывайки. Вот негодяя, а. А ты понимаешь, что это у Кирилла самая первая машина, которую он сдавал? Да. Сколько лет ты ей уже? Да. Лет пять где-то. Шесть. У него пять лет бизнесу? Да. Да. Он что-то говорил. Странно, что мы... Нет. А что такое? Я не понял. Что-то странное. Она, наверное, подумала, что ты бензин заливаешь и типа я курю. Я хуй знаю. Бабушка не знает, где бензин. Она влахивает с нас. А ты мне дашь стежку? Да. Типа. Угу. Короче, вот мы приехали на обед и немного постираться надо было все равно хорошо. Прикольно, конечно, что двигатель. Я что-то двигатель достал. Чтобы положить омывайку. Да. И, короче, вот без двигателя. Сейчас. На нужной тяге я велосипеда сделал. И так, у нас называется с корабля на бал. Мы даже еще дома не были. Сразу в ресторанчик приехали. Нашу любимую тамикало. Мисо суп. Наш любимый мисо суп. Стоит 30 баксов. Для нас это теперь просто копейки после Майами. Заказали сейчас столько еды. Вы охуеете. Это только начало. Между дольками рыбы. Потому что лимон, он сжигает рыбу. Сжигает. Угу. Вкус перебивает. Очень странный край, как я вот Александр. Новая порция. Мы уже все съели, что до этого принесли. Я думал, он нормально зарабатывает. Повара не успевают за нами. Посмотрите, сколько лосочек подвалило. Вот это сегодня у нас пирса сплата. Да. Мы сейчас отобедали в Камикаве. И у нас получилось около 34 блюд. Каждый из них стоит ориентировочно по 12 баксов. Плюс каждый взял по напитку. И у нас все вышло 158,50. Это по скидке без лимитов. Если бы мы посчитаем все в меню регулярная цена, то получается ровно 500 долларов, если бы мы заказывали доставку, либо просто по обычному меню. Пятихатка. 36 блюд. Это ужасно. У меня живот болит. Экономия. Вот это мы наели. Офигеть. Надо в следующий раз рекорд поднять 40 блюд. Будем повышать планку выше, выше, выше. И потом будем по 200 кг уже. Пови такие, блядь. Ребята, мне сейчас надо ехать в Мексику. Там человек с чемоданами помочь, перевезти в штаты. Платье 400 баксов. Это дохуище. Так что сейчас схожу в душ. Я вот еще дома не был, иду с портфелем. Только приехали и выезжаем в Мексику за 400 баксов. Камеру надо немножко подзарядить. Подсниму вам вкратце. Ой, блядь. Пиздец. Очень насыщенная жизнь мамбетская, блядь. Что бандитки и бандиты? Мы выдвигаемся. Я принял душ, переоделся. Смотрите, красивые деревенские свои рубашки. Мы готовы ехать в Мексику. Зарабатывать деньги. Фондочка бедная. Опять тебя сейчас буду эксплуатировать. Ну ты отдыхала, слушай. Ты хорошенечко отдохнула за эти дни. Смотрите, какая чистая машина. У меня теперь всегда чисто. Опа-на. Помните, какой срач был? Вот нихуяшенький. Даже багажник. Даже багажник. Ну, это рабочие сумки. Это не считается. Вот хуйня, она, кстати, врет. Пишет, что 1.24, а на самом деле будет потом 45 минут оно исчезнет. Я уже на территории Тихуаны. Ехать нам 47 минут. Время, кстати, так и не поменялось. По Мексике мне надо ехать 15 минут 47 минут. Это огромнейшие пробки. Ребята, взял я чемоданы. Вот они, красавцы. Надеюсь, там не наркота. Сказали просто вещи. Четыре сотни капнуло. Вообще заебись. Можно ехать обратно. Возвращаемся в Америку. Ребят, это просто пиздец. Я, значит, еду. Меня GPS повел на U-turn, U-поворот. А там он перегражден. И я как-то поменял линию. По-моему... Ну, не по-моему, а я точно использовал знак поворота. Сзади появляется полиция, джип. Включаются мигалки. У меня сердце просто в пятки на. Я так не обсирался еще никогда в своей жизни. У меня ушла душа в пятки. Они такие. Подходят двое. С двух сторон. Говорят, ты сигнал не использовал. Сначала на испанском начали говорить. Я говорю, English please. В общем, он говорит мне, 110 долларов штраф. Я такой... Сколько? Ну, блин, тут зарплаты у людей 150 в месяц. Чтобы вы понимали. Здесь явно не 110 долларов штраф за поворотник. Я говорю... А, нет, он говорит... Он говорит, а оплачивать готов ты? Прямо здесь на месте. Я такой думаю, бля, сейчас 110 долларов. Я 4 сотки поднял. Из них получается 25% просто сейчас уйдет к какому-то мексиканскому копу. Какого хуя? Думаю, что делать? Говорю, нету денег. Он говорит, сколько есть? Я такой, 30 долларов. И вот после этих слов у меня еще хуже ситуация стала. Потому что у меня маленькие купюры, только 50. Самая маленькая. И как бы в кармане все эти деньги лежат. То есть помимо того, что мне сейчас заплатили, до этого у меня еще были деньги. Полный карман бабок нахуй. Понимаете? Я сейчас сижу такой и думаю, блядь, если он сейчас скажет, плати. И я такой, как буду вытаскивать? То есть он со мной общается, а у меня в голове вообще другая картинка. Как я сейчас буду вытаскивать деньги, блядь? Каким хуем я их вытащу? Все заберут сейчас. Это просто пиздец. На окраине города, хуй пойми где, им вообще похую. Он начинает разговаривать со своим начальником, что-то разговаривает. А еще говорит, а если бы ты был пьяным, это была бы 1000 долларов. И улыбается. Это мне еще никогда так страшно не было. Я уже пять раз повторяюсь, но это просто ужас. И он разговаривает со своим начальником туда-сюда, туда-сюда. И говорит, а похуй, тебе варнинг, варнинг мы тебе даем. Это просто не жизнь мобец, какой-то сериал надо, блядь, снимать. Но это и есть какой-то сериал, который вы смотрите. И они меня отпускают, говорят, все, езжай, похуй, нахуй. Как сказал бы Симонов, я такой, блядь, спасибо, спасибо, спасибо. Чуть ли там не ботинки им целовал и уехал. Сейчас вот еду, осталось 27 минут до границы. Хотел заехать вкусный, покушать ресторан, где мы с пахотраха ели. Сейчас, я думаю, нет в пизду. Еще помимо этого, что у меня какая-то сумка непонятная. У меня чемоданы, я не знаю, что я вообще везу, но как бы сказали вещи. Я не думаю, что там артиллаконная, как бы там друг друга попросил это сделать. Я думаю, сейчас они залезут в багажник, там увидят, что чемоданы, спросят, что это. А это вообще не мое. Конфискуют, заберут, что хочешь, может учиться. Потом перед людьми, блядь, объясняйся, куда вещи делись. Это пиздец, просто пиздец. Сейчас, я не знаю, как мне так пронесло. Это реально невероятная ситуация, что они меня просто отпустили. И эту тридцатку не стали даже вместе с меня брать. Но я им сказал, типа, как я могу оплатить через суд? Типа, через там онлайн как-то оплачешь. Их это настерегло почему-то. Ну, в Америке-то через онлайн все оплачивается. Они очень сильно изменились в лице, когда я сказал, что судья аккорд. Ну, это суд. И это отстали от меня, в общем. Я не хочу включать полностью свет. Все, едем к границе, ебаться, всраться. Хоть какой-то плюс мамбетской жизни. 25 минут тут доехать. А я еще до этого, когда заехал за чемоданами, у меня музыка орет. Я обгоняю, я виляю, превышаю скорость. Вообще, на отъебись так, ну, нельзя, нельзя превышать сейчас. Мыши, ниже травы, выше кроши. Я спал, блядь. Бару часов, как хотите, расценивайте эту поговорку. Но сейчас вот главное добраться. Никаких ресторанов в Тихуане сегодня меня не хочу. Съебываем нахуй. Ребята, значит, мы ходили по клубам с другим подписчиком. Тусим. Зовут его Саня, он не захотел сниматься. И подходит вот этот парень. Я имя даже не помню. Как зовут его? Саня же. Саня тоже. А еще Саня. Два Сани. Я думал, ты меня замажешь. Много лет назад смотрел. Он знает, кто такой. Он даже и мимо его не знал. Он сказал, чувак с интернета. И в общем, блядь, мы поехали нахуй. Мы поехали с этими чемоданами. У него вообще green card, что вы понимали. Он не ее citizen. Нас спрашивают, чьи это чемоданы. Мы начинаем рассказывать, что там друзья друзей. Хуя, хуя. Нас отправят на secondary. Не мы, а ты. Это важно. Я молчу. Он вообще там на очки приседал. Нет. Чувак даже на меня не подписан. Представляете, какой пиздец? А давай проверим, кстати. Значит, нас отправляют на secondary. Secondary меня трясет. Меня просто трясет. Это проверка. И самое ужасное, что там попадается хуесос. Который, блядь, юморист. Пиздец, нахуй. У него юмор зашкаливает. Мы до сих пор не знаем, что правда, что нет. Узнаем только в следующей поездке на границе. Я сейчас вам покажу. Он все разворошил. Он там что-то разрезал. Какие-то сейфы у них. Я вообще не знаю. Вот это что? Он даже не разрезал. Да, он даже не разрезал. Представляете, я не проверял сумки. И вот такую хуйню начнет вытаскивать. Я думаю, ну все, блядь. Мы сейчас просто уедем в тюрьму. Он говорит, все спишется. Бля, видимо, эта хуйня просвечивает все на 99,9. Ему же похуй, что там лежит. И значит, он к нам подходит и говорит. Ребята, у вас, блядь, таблетки нахуй. Вайкидан. И все. Я такой думаю, ебать. Походу сейчас я уеду в тюрьму. Я уже представляю, как у меня сейчас в наручнике. У тебя какие были ощущения, когда сказали, что Вайкидан. Я абстрагировался. Я не понял. О чем ты с ним говорил, я не слушал и не понял. А потом уже понял, что они за что-то якобы зацепились. И я подумал, что они понесли на... Как это, блядь, называется? Ну, у тебя паника вообще была? Нет, похуй, похуй была. Ну, и мы сказали, что он тоже причастен, пошел в машине со мной. Ну, это да, мне было неприятно. У меня больше, типа, я вот теперь думаю, на самом деле, будет всегда секондарь или не будет. Да он такой пиздобол, это просто ужас. Не должен такой работать быть. Они даже дали бумажку вот эту, что я тебе прочитал, что там написано. Блядь, они нам никуда не занесли. Мне кажется, это все так прошло, как будто чисто вот между нами и все. И выкинули. И в компьютер не заносилось это. Но прикол в том, что он говорит, мы нашли вас таблетки. Вайкидан. О чем то, что было на бумажке написано, ты им не говорил. Как там было написано? Ты говорил друзьям, помогая, но ты не говорил, что ты... Этим помогаешь. Да, вообще, ноль слов. Они сами это уже додумали. Скажи, что... Асайлент Сикерс. Асайлент Сикерс, блядь. Сука, это кто из нас этого не говорил. Кто из нас этого не говорил? Они сами это на официальном помогают. Там, наверное, не долбоемы, не долбоебы. Но нас дядька проучил пизда. У нас так на очко у нас присел, говорит, вы тут таблетки нахуй везете нелегального, чего охуели. Я сначала думаю, неужели спросить, тюрьма не тюрьма. А потом он говорит, штраф. А через минуту подходит, говорит, на первый раз у вас не будет штрафа, езжайте. То есть очень странная ситуация. Я не знаю, я просто... Меня и так в полицейские сегодня выебали, блядь. В Мексике ты ебали, в Тихуане. Сейчас второй раз, Саня. Знакомство просто пизда запомнится. Надеюсь, у тебя не будет секундари, потому что он обожает в Мексику ходить пешком. Он там тусит постоянно. Нет. Нет. У него не будет, я надеюсь, никаких проблем. Но вроде не будет секундари. То есть каждый раз, когда ты теперь ездишь через границу... А пойдем сейчас, сходим и проверим. А далеко? Пешком сходим и зайдем. Пошли вообще похуй. Реально интересно, что сейчас будет, блядь. Еще база не обновилась. Давай через месяц. А, ну я 15-го полечу в Мексику. Сити и узнаю. Ну ты узнаешь, блядь. Он скоро полетит, он майнбайк любит. Ой, блядь. Короче, когда ты теперь пересекаешь бордер, тебя всегда будут допрашивать, обсматривать в очко тебя, смотреть, что ты там везешь. Охуительно. Он вообще хотел ехать как бы пешком переходить. Он бы уже дома было 5 часов назад, но решил со мной прокатиться. Вот я ему подарил сегодня такой экспириенс мобецкий. Спасибо. Нечего сказать. На встречу, подписывайся на канал Америка ТВ. Блядь, надо подписаться. Я, кстати, зашел, я говорю, не подписался, но оказался. Это сейчас уже смешно, понимаете, спустя время. Она как-то нихуя не было смешно. А давай посмотрим, что в сейфе было. Он сейф какой-то просто расхуярил. Каждый раз он что-то доставал и спрашивал, это твое? Я говорю, нет. Посмотрите, разрезали сейф. Ебаный рот. Может, там документы какие-то? Да. Куча документов. Но они не доставали, да? Из-за этого они сказали или сейферс, или как и мы сайлим сейферс. Блядь, ребята, если вы смотрите, кто мне дал чемоданы, я нахуй этого не делал. Блядь, ты только выложи это видео на ютубу, потому что, когда меня будут прессовать на границе, я им скажу, вот это тот день, вот он был, вот. Да, да, да. Я, блядь, его не знаю. Да. Удалите это. Короче, весело съездили нахуй. Еще два часа ехать. В общем, сейчас курнем и погнали. Пиздец. Все, раскидали. Интересно, у меня рука дружит, холодно. Что там с чемоданами? Не, больше чемодана я ничьи не буду возить, блядь. Ну его нахуй. Да, здесь тоже все переворошили. Блядь. Первый и последний раз я этой хуйней занимался, товарищи. Пиздец, вот это нахуй опыт. Мораль бачни какова? Не возите. Чемоданы. Утро, я сейчас Саше рассказываю историю, что со мной произошло. Это ждун. Это ждун. Так, а что разрезали? Сейчас я вам покажу, что разрезали. А ты это снимал все? Да, я рассказывал зрителям. Так, здесь вот черная штука должна где-то быть. У него это фокус? А то его разрезали. Что это такое? Вот этот кейс? Да. Вот видишь? Вот как это описать, что это такое, я не знаю. Я не знаю. Сейчас вообще будем смотреть, что они там натворили. Ну было очень весело, я так на очко присел это пизда. А, Сашка сейчас увез первый чемодан. Ну хорошо, все на месте. Сейчас. Вышел, ждал, ждал. Вроде вот стакан справедел, более-менее нормальный. Ну, там, пошевел, там, доллары набили. Ну, короче, надо выяснять. И бить. Жду еще Убер пока активируется. Сегодня воскресенье. Сегодня это явно не включится. Будешь понять, если ты не топ-дашер. И если ты не делаешь скетчул. Поэтому это тоже фактор. А у тебя топ-дашера нету, да? А? У тебя топ-дашера нету? Не-не-не, его надо делать. Чего у меня желания нет. И поэтому он через год старается включился, и бог бы. Там нет ничего. Вот ты топ-дашер или не топ-дашер. Если заказы пиздатые есть, они тебе придут. Если нету, то нету. А с бюрдашем непонятно. Коль я не получаю заказы, потому что я... Чего? Ну, потому что ты тогда включил просто рандомно. Где там 12-20 баксов заказа летят. У меня такого не было. Понял. Ну да, надо Убер тебе. А через сколько у тебя Убер будет? 12 долларов. Ну, наверное, завтра уже только. Супер. Ребята, а можете ввести в курс дела наших подписчиков? Что сейчас происходит? Значит, наш дорогой Дмитрий Уильямс, наш солнцеликий Аркадак, наш повелитель всех зверей и животных, самый лучший человек на планете Земля, будущий президент галактики и всего мира, отправляется в умопорочительное путешествие на траке с дядей Бомжом Пендреем. Куда мы едем? В Теннессе. Сколько дней? Четыре дня наш великий солнцеликий Аркадак будет ехать на этой парашке. Это бокстрак или фура? Фура. По-русски это фура. Сейчас мы едем в город Ланкастер. Ланкастер? А, нет, Бастро. Бастро. С ним встречаемся, ехать туда два с половиной часа, и я вас избавлю от своего присутствия на четыре сутки. Саша, вы за кадром можете говорить что-нибудь? Нет. Нет. Говорите хотя бы. Что вы думаете? Хорошие ребята стоят. Вот Саша смешной. Это Саша, он боится камеры, он не снимается. Димочка, желаю тебе, желаю нашему солдату отличной поездочки, чтобы она запомнилась ему, понравилась, чтобы его встречали только идеальные красивые пейзажи Америки. Возвращайся домой, пожалуйста. И поскорее, да. Возвращайся домой. Это только ради Ютуба я делаю. Возвращайся домой с существом или на щите. Я бы это говно бы не делал. Только из-за Ютуба с Санова. Вы сейчас поехали в такое путешествие? Да. С удовольствием. Это мой первый рейс и, надеемся, последний. В общем. Удачи. Поехали. Пока дядя Бабжук Андрея. Итак, ехать нам 2 часа 24 минуты. Вы спросите, почему? Почему Андрюха сюда не можешь приехать? Потому что мы нельзя отклоняться от курса. Они следят и видят все его передвижения. Мы тут. А он вот здесь останавливается на ночь. Вот видите, это самая ближайшая точка. И мы сейчас туда ебанем. 120 миль.